Варнаков, Остин, Аляев, Клуз, Веряев, Ураков. Ни одного из этих хоккеистов на поле нет. Даже тренерская скамейка выходит в усеченном составе. Конечно, сложно. Побольше людей, больше можно помогать. У нас совсем сложная ситуация в команде, но мы не сдаемся, играем и стараемся. В первом периоде счет открывает Джордан Шварц. Он тоже две недели провел без тренировок. И вот гол. Через две минуты Наиль Якупов набрасывает шайбу и Васильев забивает. Битва продолжается и во втором периоде. На гол Корягина отвечает торпедовец Антон Шенфельд. Комбинация с Энди Миле просто шикарна. В этом матче в составе торпеда Немировский выпускает трех дебютантов, младшему из которых Илье Федотову всего 17 лет. Сыграют они неплохо. Почти в каждой их смене есть моменты. При этом у своих ворот штиль. Дебют можно признать удачным. Вот эти ощущения они не забудут никогда в жизни. Вы поверьте. Поэтому все переживаем. Мы переживаем. Тренера переживают. Болельщики. Я представляю, родители как переживают. Для них это вообще, можно сказать, стремление, желание всей твоей жизни. Начиная с шести лет и вот ты попадаешь в первую команду. 2-2 в основное время и пропущенный гол в овертайме. Одно очко. В таких обстоятельствах результат вполне достойный. Когда поправятся остальные игроки, результаты улучшатся. Молодежи этот матч в любом случае пойдет на пользу. В торпедо есть не только основа, но и те, кому предстоит через несколько лет ковать славу нижегородского хоккея. Александр Быков, Ренат Бегбаев. Время новостей.